Мой пух Касалась женская рука Когда впервые, как в бреду Та фраза в воздухе застыла Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Так был когда-то в первый раз В графе разлук поставлен крестик Мой пух грубел со мною вместе А это пара глупых фраз Как карусель кругов в аду С тех пор мне голову кружила Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Себя молитвой и постом Смирив в процессе ожидания Я ждал крестов в графе свидания Но надо мной висит кресток Как ключ, потерянный в пруду Как недорытая могила Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Уже ли я грешен тем, что сам Постиг чуть горький запах мщения И все свои невозвращения По той же схеме подписал Ведь жизнь, как жалкий, как одну Одно и то же затвердила Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый Я опять на медне одичал Где же вы здоровые задатки Раздражаться стал по мелочам Стал прощать большие недостатки Да неужто снова началось Вновь садом дурдом неразбериха То ли радость это, то ли злость Все смешалось, все сплелось Лихо, мое лихо Так жена рвет в ярости чулки Потеряв надежду их за что быть Так автопилоту вопреки Самолет наверком уходит, что бар Так баран с тупым упорством бьет Черным лубом обысгорать кошары Я поплыл, я трогнулся, как лед И ночами напролет Снятся мне кошмары И ночами напролет Снятся мне кошмары Отгоняя прочь ночную жуть Я с утра до вечера корячусь Как шахтер продукт произвожу И в работе, как в болоте прячусь И исчезаю, сдав себя в наем Как ночной туман на дне оврага Чтобы не видеть света даже днем А гори она огнем Вся эта шарага Гори она огнем Вся эта шарага Я зажар в железные диски Я хреплю заезженной пластинкой А желания рвут меня в куски И ревут животные стенты И топочут тихие стада Я верчусь, мечусь, подаю детство Думал, дурь мою поймут года Она выходит никуда От нее не деться Выходит никуда От нее не деться Выходит никуда От нее не деться Ну, пожалуй, я начну с комплимента А кончу, как всегда, вопросом Дело в том, что вот, несмотря на ваши речи Что вы практически никогда не видитесь там Ну, по полгода не поете вместе Приезжаете за полчаса до концерта Распелись и на сцену Не верится, и, конечно, это совершенно точно не так Потому что на концерте видно, насколько это органично И насколько это, так сказать, требует продолжительного совместного Такого времяпрепровождения, репетиций Ну, так как вот, по моим сведениям Георгий Леонардович, у нас бомж, так сказать, у него в Москве постоянного адреса нет Все, подача не перебивается больше А ты у нас домосед Я так понимаю, что место действия вот этих посиделок или, как я не знаю, репетиции Это именно здесь Если я прав, то вот интересно мне поподробнее, как это происходит, это общение Ну, я могу сказать сразу, что мы иногда встречаемся здесь Иногда бомжуем Для репетиции Но в свое время, когда мы еще были молоды и зелены Мы подошли к Татьяне Сергею Никитину и спросили у них, как же они Добились такого удивительного звучания Сколько они репетируют, где они это делают Они нам ответили, а мы не репетируем Мы вот на концертах репетируем Мы, говорят, молодые были, мы научились петь вместе При таком количестве концертов, которые они дают, уже не нужно репетировать Приходишь на концерт и репетируешь Дело другое, Сережа там пишет один, исполняет они вдвоем Это понятно, может быть, как-то там уже все срослось давно У вас же другой творческий процесс У вас же, так сказать, и стихи совместные есть, и музыка, и все бывает пополам Вот этот процесс мне интересует, как он происходит А это не репетиция, это называется мордобой Бой быков на спальской башне К репетициям это никакого отношения не имеет Это процесс с сочинения Сочинение, оно уже идет, как репетиция, естественно Нет, нет, там-то и дело Нас все спрашивали, как вы сочиняете вдвоем А мы сначала отшучивались, потом поняли, что как бы Надо самим понять технологию, с этим не шутят Ближе всего я вот узнал, как сочиняли братья Стругацкие Один из них жил в Москве, другой в Ленинграде Они долго переписывались, созванивались по телефонам А потом быстро съезжались и быстро-быстро писали роман За две недели, потому что уже все было обговорено и готово Мы так же примерно Иногда вдруг, совершенно неожиданно, там в 8 часов 20 минут утра Раздается звонок Георгий наш мне говорит Алексей Игоревич, в этом месте должно стоять слово такое-то Я говорю, хорошо, я подумаю К вечеру я ему отзвоню и говорю, да, пожалуй Хотя я не уверен в этом Встретимся и поговорим Если бы он думал быстрее, мы бы гораздо больше песни сочиняли Ну, коль вы затронулись с самого начала, да, то, что вы очень долго работаете Хоть немножечко вот предыстория вообще образования этого музыкального коллектива Потому что я помню, когда еще учился в университете Вы, по-моему, там в свое время очень сильно участвовали в такой агит-студенческой бригаде Да, да, в университете мы начали петь вдвоем И впервые мы рискнули, как-то я помню, на концертах спеть песни собственного сочинения А раньше пели? А мы пели и Никитина, и Кима, Егорова, Акуджаву, Висбора По-моему, любили, но как бы не решались аранжировать Тогда было как бы не принято висборовские песни аранжировать Как бы так петь на голоса И потом мы рискнули как-то в концертах собственные песни спеть И вдруг оказалось, что вот идет концерт, мы поем там чью-то песню Потом свою, потом опять чью-то И никто не заметил И никто не заметил Ну, тогда-то вообще, наверное, никто нас всерьез не обращал на то, что там на сцене происходит Ну, наверное, обращались, когда было целомудрие огромное Ну да, так вот спели, и вроде как ничего, все нормально Ну, тут мы осмелились, начали и потом Это сначала мы музыку сочиняли на чужие стихи У нас был целый цикл песен, например, на стихи Потом в чужие стихи стали вставлять свои слова Так постепенно, постепенно Естественно, если здесь происходит, вот в этом доме происходит, будем говорить, творческая работа Такая, то есть, и спевка, и сочинение Какое любимое место? Это кухня, или комната, или где это происходит вообще? Где этот уголок такой Потом можно было, как в домике Чехова Вообще, речи не может быть о любимом месте Потому что гоняют из любого места Ты всегда оказываешься своей гитарой Ты оказываешься всегда, вот где бы ты ни находился Ты оказываешься лишним Тут ты мешаешь соседям Тут ты мешаешь жене Тут ты мешаешь детям Последнее время я стал запираться в туалете Извините, ну не в туалете, но в ванной, скажем У бомжей большие туалеты, знаете У них там гитара можно махать направо, налево Просто нет И тихо-тихо, чтобы никого не раздражать, приходится вот сочинять песни Я так понимаю, что песня, дело хорошее Но основная ваша деятельность совершенно где-то в другом заключается И в других сферах витает, да? Я знаю, что к стулу еще не прирос И жизнью не загнан занюханный угол И бросить дела для меня не вопрос Вот только немножко со временем туго Я буду сдувать с дуванчиком дым И ворот штормовки пропитывать подом И собственным телом до воли родным Кормить комаров по таежным болотам Ходить за грибами с разивным ртом Ходить на медведя с двумя стволами И все это будет, но только потом Когда я чуть-чуть расцветаю с телами Я буду под дождиком песни орать И жечь костерок, чтобы дым коромыслом И водку бессмысленно больше не жрать А жрать ее только с особенным смыслом Вдыхать через нос, выдыхать через рот С природой родня, с генетическим кодом Из всех предлагаем их прав и свобод Себе выбираю лесную свободу И чувствовать там от тебя вдалеке Огромную разницу между полами И пыл остужать в безымянной реке Вот только сперва расквитаться с делами Так жаль, что моя голубая мечта Железной трубой начала накрываться И пригус не тот, и осанка не та И все тяжелее от дел оторваться Но точно я знаю, что время придет Когда перестану толочь в ступе воду Когда я почувствую полный вперед Когда, наконец, обрету я свободу Чтобы нервно уже никуда не бежать И больше не жить в этом жутком бедламе А в тапочках белых спокойно лежать Сполна, разглядавшись со всеми делами Это как же, это что же Почему оно все время где-то жмет То мешает, то тревожит И на вкус ни соль, ни перец, ни имен То ли в клетку, то ли в пятна Не понюхать и на стенку не прибить Совершенно непонятно Для чего его вообще употребить Разлю ли моя малина Встану рано поутру Вставлю перья от павлина Чтоб гудели на ветру Вставлю перья от павлина Ёлы-палы лес густой А разлю ли моя малина Буду парень непростой С этим что-то делать надо Может спрятать где-то что-то под кровать Или выдать всем в награду Или срочно молотком отрихтовать Или взять, вложить всю душу Раскатать до необъятной ширины Или сузить, или скушать Или вылезить ненароком на штаны Разлю ли моя малина Встану рано поутру Вставлю перья от павлина Чтоб гудели на ветру Вставлю перья от павлина Ёлы-палы лес густой А разлю ли моя малина Буду парень непростой Ох, не вышло, только хуже От него ведь можно сдачи получить Как укусит, скинет в лужу Или вздумает, касторкою личить Как поймает, напихает Перья выдергает все до одного А без перьев жизнь плохая Так что лучше не касаться до него Разлю ли моя малина Встану рано поутру Вставлю перья от павлина Чтоб гудели на ветру Вставлю перья от павлина Ёлы-палы лес густой А разлю ли моя малина Буду парень непростой А разлю ли моя малина Буду парень непростой Мы в течение пяти дней утрясали время и дату сегодняшней съемки. Когда уже позавчера Георгий Леонардович весь в делах и в заботах сказал мне, я не могу в 11, ну не могу, давай перенесем как-нибудь на, ну хотя бы на час, на полвторого. Я со всеми созванивался, перезванивался, чтобы все в полвторого, все получилось. И вот мы вчера выступили обо всем, значит, мы вчера тоже выступали, договорились обо всем. И сегодня утром я проснулся, и у меня какая-то мысль такая стукнула. Звоню я Георгий Леонардовичу, я говорю, а ты гитару взял и сдумал? Он говорит, а зачем? Я говорю, а ты помнишь, что сегодня будет 13.30? Он говорит, нет, конечно. А потом ему там, как бы так мысль, он вернулся на землю, и помчался с гитарой, что вы думаете? Помчался, привел. Но уже был в рабочем, поэтому вот в белой рубашке. А так он хотел в маечке, так демократично. А так только из галстука вылез и все. Подождите, я не попал. А я думал, как задумано было. Хорошее было, что я не... Смотрите, а меня, Миша, вообще не слушает, что я тут говорю. Себя он не слышит, а меня вообще не слышит. А, по-моему, красиво получилось. Ну, он тоже красиво, по крайней мере, вот это. Знаете, мне всегда, вот с детства, я понимаю, в чем дело, я могу сказать, мне всегда в детстве казалось вот это неаккуратным. Что вот здесь они длинненькие, а здесь не короче, короче, короче. Лады, смотри. Лады, расстояние между ладами. Мне казалось, что надо сделать гитару, где все будет ровненько, красивое будет. Вот так я примерно играю. Сейчас я хорошо смотрю. Если климат тяжел, и враждебен астрал, Если поезд ушел, и все рельсы забрал, Если пусто в душе, и не любят никто. Это значит, это значит, означает это что? Пора, по пиву пора, Пора, по пиву пора, Пора, по пиву пора, Пора, по пиву пора, Пора, по пиву, по пиву, по пиву пора, С ним не берет мороз, и не страшна жара. Пора, по пиву, по пиву, по пиву пора, С ним не берет мороз, и не страшна жара. Если все по уму, будет здоровья заряд, Если веришь всему, что вокруг говорят, Если хочется жить лет, как минимум сто, Это значит, это значит, означает это что? Пора по пиву, пора, пора по пиву, пора, Пора по пиву, пора, пора по пиву, пора, Пора по пиву, по пиву, по пиву, пора, С ним не берет мороз, и не страшна жара. Пора по пиву, по пиву, по пиву, пора, С ним не берет мороз, и не страшна жара. Если жажда томит, ты на уме лишь одно И как будто магнит, ты жить бездействует Но если сладость прийти, если водка не то Это значит, что пора по пиву, пора С ним не берет мороз и не страшна жара Пора по пиву, по пиву, по пиву, пора С ним не берет мороз и остеохондроз С ним не страшна жара Гиб-гиб ему ура Как талант является талантом Только тогда, когда он сам пробивается к народу, да? Для того, чтобы пробиться, человек должен почувствовать, что вот этот вот самый большой талант И он должен отдать этому всю свою жизнь Если он согласен, вот если он пишет песни, да? И он считает, что вот это максимум, на что он способен Это самый большой его талант Естественно, он может, если он пишет приличные песни Естественно, он может присоединиться вот к существующей системе, скажем так, выращивания талантов Пройти какие-то конкурсы Продаться каким-нибудь продюсерам и всплыть, пожалуйста Хорошо, а вот у тебя вилка, да? Между, будем говорить, такой практической деятельностью Чем ты занимаешься? Это бизнесом и песней Какое из них занятие главное? Чему ты отдаешь? Ну, естественно Потому что пробился, естественно, ты и там, и там Это значит, ты Ломоносов или... Вот мне объясни, что-то основная тяга твоя Нет, это как раз Как раз очень просто Я мог бы заниматься не бизнесом, скажем, а наукой Если бы сейчас мы продолжали жить при социализме Я, видимо, бы и занимался наукой Речь идет не о том, что вот я лучше занимаюсь этим Или лучше у меня получается что-то другое А просто надо на что-то жить Надо чем-то кормиться И, в общем-то, надо жить Потому что я абсолютно уверен, глубоко убежден, что Игрой на гитаре и пением жить нельзя То есть это хорошо, когда это в удовольствие Это приятно Но нужно иметь специальность Нужно иметь средства к существованию И тогда в свободное от работы время Можно взять в руки гитару И что-нибудь для своего удовольствия сочинить и спеть другим Твоя вот как-то маленькая характеристика напарника Алексея Игоревича Ну, гений Пока его нету Гений? Ну, гений, конечно Я так понимаю, что это вот это и есть твое основное рабочее место Музыкальное Отнюдь Удивительно, что нет, отнюдь Я здесь на самом деле просто сегодня с утра что-то заковырялся А до этого этот инструмент не открывался где-то, наверное, месяца четыре Вообще Потому что я не умею на пианино играть Я так самоучка А в основном на гитаре То есть, а где же ты сидишь ковыряешь вот эту музыку? Это где попадется, где есть время То есть, куда выгонят, туда там Да Ты сразу с гитаркой Я раньше любил на кухне ночью сидеть Когда свет погасишь, сядешь к окурку И можно играть до двух часов ночи Тихонечко-тихонечко так Но мы раньше жили в другом месте И под окнами были Напротив Окна, они горели И так какие-то тени пробегали И там можно было что-то импровизировать, сочинять Про то, какая жизнь идет Кстати, я несколько песен так придумал Но все-таки отношение твое к основной работе и к песне Я глубоко убежден Хотя это убеждение появилось на самом деле В достаточно зрелом возрасте Когда я выучил больше трех аккордов на гитаре Я уже знал их пять, там или семь Мне казалось, что я музыкант Я должен посвятить этому свою жизнь И жить в музыке И творить Потом я послушал, как настоящие музыканты играют И чем они занимаются И понял, что это должно оставаться хобби И в этом хобби я свободен Я могу сделать то, что мне захочется Может быть, все-таки, я не знаю, ошибаюсь Но мне кажется, что Будем говорить в вашем дуэте У Боша такая роль Человека целеустремленного Который впереди стоит, как, я не знаю, там Я не знаю, кто там впереди Безусловно Как корма Корм, чей, начнем корма впереди, да Если бы я его не встретил Я бы сочинял совсем другие песни И уделял бы им значительно больше времени Дело в том, что наше отношение к тому, что делает партнер У каждого из нас Оно чрезвычайно критичное И планка этой критики Очень высока И таким образом мы внутри себя Создаем эту планку Очень-очень-очень-очень высокую Стараемся ее задавать Тем самым отсеивая 95, как минимум, процентов Музыкального и стихотворного материала Ну вот, а пока его нету Вот хоть пару слов, как характеристик Об этом человеке Он этого не услышит никогда Услышит Я его знаю Специально включит телевизор Мы когда учились в университете Мы всегда Все подозревали, что Георгий Леонардович человек непростой Штришок В 17 часов 10 минут Заканчиваются занятия В 17 часов 30 минут У нас там в нашем музыкальном театре Который там существовал Начинается репетиция Единственный человек Из всех, кого я знаю В 17 часов 11 минут Он был в читалке В 18 минут Занимался В 17.29 Выходил из читалки И в 17.30 Был на репетиции Ну что такое 20 минут Это не время Как бы Вот он использовал его С пользой всегда Вот он Он особенный человек Погибли тот фрегат Седой волной разбитый Или может быть Иран Пустил его Ко дну Но капитана ждет Красотка Маргарита А вдруг не утонул А вдруг не утонул А вдруг не утонул А вдруг не утонул Ах, как же страшно ждать В неведенье, нелену И сок созла швырять В зеленую волну В зеленую волну Зачем мы зеркала Прикрыли черным крепом А вдруг не утонул А вдруг не утонул А вдруг не утонул А вдруг не утонул А вдруг он жив здоров Вдруг рано ставит свечи А вдруг он в Санта-Крус За ромом завернул А вдруг случился штиль Или просто ветер встречный Но вдруг не утонул А 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 вдруг не утонул В порту до половины Останется одно, Последнее, а вдруг Останется одно, Последнее, а вдруг Вот я сегодня заметил, что наши дружки Гоша с Лёшей С каждым годом становится все артистичнее и, самое главное, органичнее То есть один без другого жить не может Самое интересное, знаешь, я что-то вспомнил, что когда они только появились И стали лауреатами в 86-м году первого всесоюзного фестиваля И стали уже выступать в авторских концертах Очень многие защитники жанра, у жанров, знаешь, полно защитников всяких Это авторская песня вообще Три аккорда, не больше Да, это эстрада, все И интересно, что в жанре вот каждое новое явление Отвоевывало всегда вот с боем с таким вообще теоретическим Расширяло Расширяло, да Но жанр постоянно свои границы расширяет И все больше приближается вот к этой модели единой культуры О которой я говорил То есть поэзия там от «Костер топор, слезы березы» До присутствия Цветаевой, Бродского, Мандельшама Ну и собственных, конечно, работах, как у Джавы Галича, понятно, это высокая поэзия И в музыке там тоже три аккорда, понимаешь, там или восьмерка И там до Луферова, Никитина, понимаешь, то есть такая полистиристика Крючков, ну понятно, да? Вот я почему хотел сказать о Гоше с Лешей, что вся полистиристика у них представлена То есть они могут и на трех аккордах, ну условно так говоря, понимаешь, то есть есть песники и такие, и такие То есть человек в музыкальном пространстве чувствует себя абсолютно свободным Ну и в актерском И в актерском, и в поэтическом пространстве То есть и вот эта их игра музыкальными пространствами особенно, понимаешь, она, конечно, совершенно виртуозна просто Причем там и классическая музыка, как бы, и советское, и постсоветское музыкальное пространство И свои какие-то такие оригинальные решения Причем каждый, насколько знает, настолько его воспринимает И чем больше человек, как бы, знает, тем палитра вот их восприятия, она шире То есть я сегодня такое удовольствие получил, когда это все смотрел, и находил каждый раз новое, вот это оттуда притяжка, оттуда. Но органика такая, мощная органика, и такая пилигранная, понимаешь, что когда говорят, что вот, ну, там вот есть люди, которые до сих пор говорят, ну, это эстрада. Такой тонкости в юморе, ты можешь сказать, что это только глубоко интеллигентный человек, безусловно. Надев межзвездной пустотой оба кармана, Тихо, как вон, в город проникнет ночь, И отуревший отверстий дворник Степана, Дерзкой метлой мусор погонит прочь. И словно ночной обои, Из-за угла бы доя, Наступая на лужи, И сложит оружие непобедимая зима. И вдруг от запаха весны, Небо их вои, Что-то во мне произойдет внутрь. И оттолкнувшись от земли, Дерзкой ногою, Я воспалю метра на два, на три. Но и не более, Что-то с непривычки не стучало В ушах от давления, Но и не менее, Поскольку хочется летать. Я полечу сквозь небосклон ночной, И, заглядевшись на меня, Дворник Степана Спрячет метлу и полетит за мной. Так отчего же весь народ Ходит, как пьяный? Что нас влечет, что нас лишает сна, Да просто в туче воробьев, Дворник Степана. В небе висит, значит, пришла весна. На нашем корабле без капитана, Без парусов, без нищей бортов, В любые, неизведанные страны, Я хоть сейчас отправиться готов. Лишь только б ты меня не покидала, Лишь только б не кончалась волшебство, Лишь только б ты стояла, уж урвала, Не трогай я руками ничего. Вот так петь легко и приятно, Потому что на концерте, на самом деле, Испытываешь такое количество напряжений С разных углов, с разных концов зала, Изнутри себя, откуда ты, Что как это все повернется, совершенно непонятно. А здесь такая приятная домашняя обстановка, Что я не воспринимаю это как концерт. Мы здесь не исполняем, А так вроде как напеваем. Канчается четверг и дождик мелок, И сквозь него едва дела видны Два косяка летающих тарелок Над мокрой территорией страны И девушки, бегущие с работы По лужам торопива семья Промокший двор, и в нем промокший кто-то Немножечко похожий на меня. О, как легко и необыкновенно Та женщина, что скромный свой уют Несет в химчистку в сумке здоровенной Немножечко похожий на твою. А из-за облавов сквозь дождик мелкий Глядит на двор в подзорную трубу Бортинженер летающей тарелки Немножечко похожий на судьбу Канчается четверг и дождик мелок И трудно разглядеть в промозглой угле Чего-то, что на небо улетело И то, чего осталось на земле И две фигуры посреди стихии Друг с друга не спускающие глаз Промокшие слепые и глухие Такие не похожие на нас Счастливые слепые и глухие Такие не похожие на нас Счастливые слепые и глухие и глухие